Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это Ровер Былдер. Игра, которая довольно-таки интересная, но... Но... Но есть но. Возможностей в ней не очень много, но всё-таки она довольно-таки интересная. Возможностью своей строить подвески, строить, преодолевать какие-то препятствия. Это довольно-таки интересно здесь сделано. Мы попытаемся пройти следующую миссию, которой нужно собрать блок, привести его на площадку телепорта, каким-либо образом. Либо схватить его, либо как-то ещё каким-то образом утащить. Сегодня этим будем заниматься, но... Для начала я бы хотел вас попросить поставить лайк этому видео, обязательно подписаться на канал, если вы этого ещё не сделали, и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Давайте начнём. Начнём с того, что я хотел сначала построить платформу, но, честно скажу, это видео я записываю уже не первый раз, просто не успел. Вот. И решил всё заново... Ну, не успел до конца доделать, и решил всё заново начать делать. И поэтому у меня есть два варианта платформы. Вот такая платформа, и вот такая платформа, и вот эта штучка. Это я тестил. Это, как бы это сказать, момент поворота передних колёс. Вот так вот сделано здесь. И, смотрите, первый момент. Первый момент, который здесь, в этой игре, меня немножко раздражает. Это я приведу в пример игру BCAGE и, в пример, Scrap Mechanic. Они все примерно похожи, так же, как и Rover Builder. Они примерно все похожи. Мы строим какие-то устройства, какие-то транспорты и управляем им. В BCAGE, допустим, все блоки изгибались. То есть, там был момент изгиба. Их можно, как бы, было закреплять, усиливать, но всё равно изгиб всегда оставался. Он уменьшался, но он оставался. В Scrap Mechanic, допустим, этого изгиба нет. Вы ставили балку, и она точно не изогнётся никаким образом, потому что вы её установили. Здесь же изгиб тоже присутствует. Ну, вот видите, видите, то есть, происходит изгиб, и из-за этого здесь чётко нельзя построить, допустим, переднюю подвеску, к примеру. Переднюю подвеску, чтобы она поворачивала и нормально амортизировала, да, то есть, с амортизаторами. При том, что амортизаторы, сами амортизаторы, они не настраиваются здесь. То есть, нельзя дать им жёсткость. Вот, смотрите, смотрите, вот это устройство, оно сделано полностью на амортизаторах. То есть, здесь у меня передняя подвеска стоит с амортизаторами. В этом устройстве только 4 задних колеса на амортизаторах, передние же просто без подвески. Смотрим, что здесь происходит. Мы начинаем движение, и видите, передняя часть начинает разъезжаться, просто разъезжаться. Из-за того, что блоки, ну, вот эти вот, они, ну, не выдерживают вот этой вот напора, что ли я так... Я не знаю даже, как выразиться. Ну, в общем, вот здесь вот так вот. Может быть, я здесь что-то неправильно построил, возможно. Но также колёса поворачивают, да, спокойно она передвигается. Да, он спокойно ездит, ему ничего не мешает, но вот он проседает. Он всё равно немножечко проседает. Устройство подвески в данном случае, я не профессионал, сразу говорю в этом, у нас стоит вот здесь вот. Давайте её поставим вот так вот, так легче будет. У нас стоит вот здесь вот, вот в этой части поворотный механизм, который поднимает или опускает подвеску. При этом при всём здесь стоят амортизаторы. Так? Которые, ну, помогают колесу как бы ещё балансировать, да? И здесь уже стоит поворотный механизм. То есть он закреплён вот таким вот образом, вот от этой палки. И здесь уже поворачивается вот эта палка. Возможно, здесь есть погрешности, и скорее всего, я в этом не уверен, что это идеальная подвеска, я не профессионал в этом деле. Здесь же, вот в этом устройстве, здесь же уже всё хорошо. Здесь жёсткая подвеска, нет никаких изгибов, нет никакой амортизации передней подвески, но есть зато задние вот четыре колеса. Здесь тоже, конечно, и сзади стоит амортизация, да? То есть обычная Т-образная палочка, и стоят амортизаторы. Если говорить о езде, тут очень сложно судить, потому что довольно-таки и вот на этом устройстве прикольно ездить. И при том, что передние колёса, они все на амортизаторах, да? А здесь более плавнее получается ездить. То есть здесь так, видите, колёса, они более ловят каждую. Вот видите, видели сейчас изгиб был мощный, хороший, да? Это позволило только сделать из-за того, что вот изгиб, видите, хороший прям. Ух, хорошо, да? Допустим, на том устройстве не получится так сделать, потому что передняя часть не изгибается. Но, ребят, вот мучаясь, чё-то придумывая, чё-то как-то извращаясь, я понял, что здесь не нужно заниматься такой вот какой-то сложностью. Здесь не просят от вас этого. Здесь просто просят вас пройти задание, не усложняя себе задачу. Я же себе её усложнял и очень долго, и из-за этого немножечко даже страдал. Поэтому мы будем вот на этом устройстве пытаться что-то сделать. Здесь нам нужно, и остаётся единственное, это построить какую-то то ли руку, то ли что. Давайте я вам покажу, для чего это. Собственно говоря, на этом устройстве и поездим. Сразу говорю, ну, на всякий случай, что вот эту вот систему поворота я стырил, стырил из умовика к этой игре. Собственно, всё очень просто. Ну, вот смотрите. Наша задача приехать, допустим, вот сюда и... Вот сюда и забрать вот этот каким-то образом вот этот блок. Притом, как видите, он довольно-таки далеко. Вы видите, что он довольно-таки далеко. То есть мне придётся как-то, я не знаю, то ли руку такую большую делать, то ли как-то его сбросить вниз и потом подобрать. Ну, как-то так, наверное. Может быть, даже так, наверное, и сделать. Наверное. А вот, допустим, где-то уже здесь блок, по-моему, вон там ещё один блок, да, давайте. Сейчас. Сейчас вот. Ну же, ну же. Господи, как же сложно-то. Так. Вот ещё один блок, и вот здесь уже его нужно будет каким-то образом брать. Конечно, я могу его сейчас, наверное, просто протолкать, да? Я, чёрт, я зацепился, прикиньте. Да, я его, в принципе, могу протолкать, конечно, но... Но это, конечно, не дело. В общем, нужно делать что-то типа какой-то руки. Так, ребята, ну что ж, я сделал вот такой вот своеобразный кран с рукой. С рукой, которая, которая, по-моему, не работает немножечко. Ну-ка, давайте проверим. Вот. Вот всё, она должна вот так вот болтаться. Что ж, у нас вот такой вот присутствует кран. Единственное слабое его место, это вот эта часть. Вот эта часть просто наислабейшая. Как ещё его поворачивать, я не придумал. То есть, в любом случае, вот эту часть надо будет ставить на какую-то, на одну платформу. Может быть, как-то её более усилить. Ну, то есть, имеется в виду, на одну балку, да? А как её усилить, чтобы она не прогибала, чтобы она не болтала с отвеса? Этого я, типа, немножко не могу понять. Хотя, какие-то мысли есть. Ну, ладно, это уже более сложно. Да, мы можем поворачивать вот эту часть основную. Также мы можем опускать. Ну, как видите, надо вот уменьшить здесь темп, да? Да, надо уменьшить темп. Опускать и приподнимать, конечно же, тоже мы можем, да? И самое главное, мы можем... Оп. Вот так вот, да. Мы можем ещё расцеплять и сцеплять наши... Вот эту... Нашу эту руку. Это всё сделано понятно, да? Здесь стоит поршень. То есть, вот здесь, вот в данном случае... Нет, давайте вот так вот. В данном случае, вот здесь, вот эта часть, это поворотная. Вот здесь стоит поршень, который давит и открывает, поднимает руку. Здесь стоит тоже поворотный механизм, который даёт возможность болтанки. И, как бы, здесь тоже поршень. Здесь всё очень просто, да? То есть, здесь всё очень просто. Вот это вот. И вот эта вот часть Противовес как бы, но она Вверх-вниз болтается, но хотя бы Так, потому что по-другому я Серьезно, я не знаю, как сделать Я не знаю, как сделать Чтобы не было вот этой болтанки Поэтому, наверное, так Давайте попытаемся хотя бы Один ящик привести Выглядит он на самом деле очень эпичненько Выглядит прям крутотецко Я еще здесь вот такую вот балочку сделал, чтобы От болтанки его Влево-вправо не поворачивал Кстати, еще маленькая доработка Вот здесь я вот так вот Эту часть усилил, потому что она тоже Изгибалась, мне это бесит прям Я все стараюсь изо всех сил Изменить этот изгиб Давайте попытаемся доехать и Посмотрите, как же сейчас Какая проблема у колес передних Смотрите То есть я даю газ Они начинают болтаться, почему Болтанка происходит Непонятно, но вот задняя подвеска Веска прям хорошо Смотрите, она прям ловит каждый А вот передние колеса, видите, я даю Газу, они начинают болтаться Я не понимаю, почему это Скорее всего, из-за того, что у них нету А, нет, я не знаю Я, честно, я не понимаю, почему это Происходит, но я, похоже, не с той стороны Подъезжаю Давайте вот с этой стороны Попытаемся объехать Бу-бу С таким весом я, наверное, могу и перевернуться Кстати, как нефиг делать Так, мне же еще как-то надо так встать Чтобы схватить этот ящик, да И еще при этом При всем не свалиться Вот, наверное, вот так вот, да Притом еще сейчас у меня болтать будет Ух, жестко будет Так Нет, 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 нет Ни что, ни что, ни что, ни что, ни что Давай в другую, в другую, в другую Так, 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 так Я надеюсь, этого хватит Давай, давай, давай Поворачивайся Очень медленно, но поворачивайся Так Так, сейчас опускаем 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 Черт, почти же получилось Так Это предел Черт У меня прям впритык Я прям Вот Аааа Черт Зачем я приподнял Вот Вот Вот, 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 вот Давай, влезай же Влезай же Ты же Черт Ааа, это предел Стоп Это предел Опускаем Что? Нет, это не Нет, это Именно Именно я не могу Влезть, ребят Мне не хватает Размера Понимаете? То есть я не могу Влезть То есть я пытаюсь Продавливать ниже, но Он Ему не хватает Так, окей Назад Немножко так Приподнимем Назад Немножко Оп Ааа Черт 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 Иначе бы я потерял Эту технику Я, конечно, ее не сохранил Так Ребят, понятно, что нужно доработать Нужно доработать вот эту часть Так, ребят Я уже приехал сюда С обновленным краном Давайте попытаемся Приподнять И Могу Ох, какая болтанка Ой Могу сразу сказать Что, кстати, я изменил И очень Кардинально изменил Я изменил подъемную Силу Точнее Подъемную возможность Нашего устройства То есть Оно, оказывается, реально Ниже не опускалось То есть Вот эта вот Стрела, по-моему Так это называется Да Она реально Ниже не опускалась Так, давайте раскроем Нашу лапку Так Так, так, так Тут надо поддерживать Потому что у нас Оп, оп, оп Чёрт, чёрт 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 Я с... По-моему, я слишком далеко Ещё одна попытка Очередная Так Блин, там дерево мешает Ещё Вот сейчас Вот сейчас Чёрт Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет А с... Так-так-так На R, по-моему, да? Ну же Почему она... Почему она Вылезла? Это нечестно Это нечестно Медленно Поворачиваемся Медленно Вообще Медленно Всё, опускаем Да блин Да что ж я жму На всё подряд-то Вот аккуратненько Всё Вот Вот Вы видите Он как бы Он как будто Отпружинивает его Что ли То есть Этого мало Что ли Видите И он вылез Хотя он Размер в размер То есть Вот эти блоки Они размер в размер Реально Размер в размер Или нет Или Стоп Или что Хм Еще сам транспорт болтает То есть Вот Вот В принципе Если я сейчас должен На R нажать Да О боже О боже О боже Это получилось По хорошему По хорошему Сейчас его нужно Вот сюда Эту стрелу поставить Аккуратненько И аккуратненько Я похоже Зря сделал Что она болтается Кстати Реально Так Ребятки Задний ход Аккуратненько Я даже не еду Я просто качусь Понимаете Я просто качусь Вот Похоже Определенное Напряжение Нужно Чтобы Ну Чтобы этот блок Чтобы этот блок Держался То есть Не нужно Перенапрягать Лапку И наверное Подлиннее Вот эти Нужно было сделать И тогда В принципе Все было бы нормально Кстати Я наверное Понял Надо было сделать Здесь Не так Как я сделал Немножко иначе Надо было руку Сделать так Чтобы она От поршня Работала Ну то есть Не болталась Да Это правильный вариант Был бы Но Ребятки Половина заданий Половину заданий Я сделал Есть Половина заданий Но нам еще нужно Вот это Как-то Зацепить А вот здесь Вот уже будет Намного сложнее Так Ребят Вот такое Вот устройство Я сделал На этой платформе Это поворачиваемая Такая вот Небольшая рука Видите Я ее уже разложил Выложил Вот сюда Вот И теперь Давайте попытаемся Ее повернуть А повернуть Может быть Вот так Оп Почти получилось Ребятки Почти получилось Почти получилось Так Нам нужно ее Не-не-не-не Обратно Обратно Блин 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 Очень тяжело Управлять этой рукой Потому что она Ну Она слабенькая Она очень слабенькая Оп Оп Давайте еще Просто назад Сдаем Так А теперь Попытаемся Ее повернуть Главное Ее не сломать Главное Не сломать Это Так Все устройство Из-за этого Поворачивается Механизма Так Так Вот Отлично Отлично Давай 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 Есть Господа Вот сейчас бы Сейчас бы записаться Фух Половина дела сделана На самом деле Так Все Сломался механизм Да Сломался механизм Доигрался Половина дела сделана Что дальше А теперь смотрите Вот здесь у нас в левом В В левом нижнем углу Есть вот это Один Два Три кнопочки Жмем на один Нам Переход Мы переходим В гараж И у нас здесь Появляется наш кран Как раз таки И благодаря этому Крану Мы теперь можем Забрать этот блок И привести его Привести его на базу И до этого Ребят Я доходил Около суток Реально Около суток доходил Все давайте Попытаемся Доехать Надо тоже быть аккуратным Потому что Поверьте Это Это моя Наверное Попытка Двадцатая За кадром И я начинал снимать У меня то кран ломался То еще что-то Поэтому я сейчас Аккуратненько Давайте попытаюсь Подцепить его Крюком Ну вот этой частью И довести Так Этот муторный процесс Я вам уж Показывать не буду Но вот Вот у меня Вроде бы Получилось Сцепиться Зацепить блок Давайте его На пропет Установим Чтобы Слетел Очень Очень слабенькая Очень слабенький Момент сцепки Я не знаю Вот В предыдущий раз У меня получилось Просто божественно Как-то взять И приехать А здесь же Я измучился уже Так Окей Да что ж ты болтаешься Ты же Вот Вот видите Болтанка блоков Да О чем я говорил То есть я сейчас Пытаюсь просто Повернуть Я А из-за того Что болтанка такая Происходит И Этого Никак нельзя Усилить Это нету Никаких блоков Либо я плохо знаю Систему Еще Да То есть Возможно и есть Просто я Что-то плохо знаю И боже мой Неужели О боже Я это сделал Так ладно Давайте привезем Вон тот блок Ребят Я уже довожу И я прям Не хочу даже Разворачиваться Вот задом Везу этот блок Последний Боже мой Наконец-таки Это Так Аккуратненько Аккуратненько Это самая Потная Карта По крайней мере Что дальше будет Я Я не представляю Боже 12 минут Я здесь возился 12 Следующее Следующее Задание И только Следующее Фух Давайте посмотрим Что там нужно будет Сделать Возьмем вот эту Тачилу Чисто исследовать Исследуем карту Да То есть Чисто исследуем Карту Ну-ка Оп Оп Опять С боксами Что-то Да Опять Телепорт Нужно будет Перевозить Но здесь Смотрите Во-первых Ровная карта Во-первых Ровная карта В этом проблем Вообще нету И Посмотрите Сколько боксов Их не очень много Их вообще Не очень много Но они маленькие Так Ну это уже точно Для следующей серии Будем строить Какое-то Другое устройство Ребят Пишите свои комментарии Как вы прошли Задание Да Предыдущее Потому что Ребят Ну это серьезно Это Я даже хочу Посмотреть Какое оно там Было по счету Пятое задание Ребят Как вы прошли Пятое задание Я буду вам Благодарен Если вы напишите Так А седьмой Там О боже Посмотрите Седьмой Мне даже страшно На это доехать Скорее всего Нужно Прикольненько Так А восьмое О скорее всего Здесь блоки Надо будет возить Йоу А тут еще Посмотрите Еще есть какие-то Тут уже что-то другое Ну в общем У нас будет Чем заняться Пишите Пишите свои варианты Буду всем благодарен Потому что Я заморочился Я сделал Наверное Очень сложный Или еще что-то Пишите Как сделали вы Буду очень благодарен Всем всего Удачи И пока